После начала войны с Украиной на предприятиях военно-промышленного комплекса и опасных производствах в России не прекращается череда загадочных происшествий. Пожаров и взрывов на подобных объектах за полтора месяца набралось уже почти столько же, сколько за весь прошлый год. Погибли и пострадали десятки людей. Дезорганизована работа нескольких оборонных заводов и научно-исследовательских институтов. Но виновные в этом не найдены, а государственные медиа стараются поменьше говорить о таких инцидентах. Привет, это Фактор и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Вы могли не заметить, но после начала войны с Украиной в российском ВПК определенно творится что-то неладное. За это время в подведомственных Миноборонных учреждениях и на опасных производствах произошло почти столько же пожаров, сколько за весь прошлый год. Давайте читать вместе. 21 апреля пламя охватило Дмитриевский химический завод в Кинишме. Это крупнейший в России производитель промышленных растворителей. Пожар охватил площадь около полутора тысяч квадратных метров. При тушении обручился огромный металлический ангар. Одна из работниц завода серьезно пострадала и попала в реанимацию. В тот же день, 21 апреля, пожар случился в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери. НИИ занимался разработками систем вооружений, в частности, бортового оборудования для многоцелевого истребителя Су-27 и стратегического бомбардировщика Ту-160, а также аппаратуры для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер. Все это, к слову, применяется сейчас вооруженными силами РФ в ходе боевых действий в Украине. К тушению возгорания площадью 2500 квадратных метров пришлось привлекать вертолет и 70 единиц специальной техники. Тем не менее, здание института выгорело до тла, а количество погибших составило 22 человека. Еще 13 сотрудников госпитализировали. 1 мая загорелся Пермский пороховой завод. На предприятии выпускают заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» и комплексов ПВО. Стартово-разгонные ступени калатых ракет морского базирования, заряды для подвесных авиационных ракет и порох для стрелкового оружия. Здесь пожар охватил 500 квадратных метров в одном из корпусов, который буквально взлетел на воздух после взрыва. В результате один человек скончался на месте, еще двое позже умерли в больнице. Спустя пару дней, 4 мая, пожар случился в промзоне завода «Капролоктам» в городе Держинск. Вряд ли вы что-то слышали о таком предприятии, но в советское время это был секретный военный завод, где выпускали боевые отравляющие вещества. Производство химического оружия давно свернули, по крайней мере, если верить властям. Но грунт под заводом все еще нуждается в детоксикации. Так вот, рядом с таким интересным местом загорелась цистерна с химикатами. Пожар охватил 2500 квадратных метров. Тушить его прибыл пожарный поезд. К счастью, никто не погиб и не пострадал. На конец 21 мая пожарным пришлось навязаться в Центральный аэрогидродинамический институт в Подмосковном Жуковском. ЦАГИ – это крупнейший в России государственный научный центр авиационной и ракетно-космической отрасли. Среди прочего, институт участвовал в создании систем управления для истребителей Су-27 и МиГ-29, а также в проектировании новейшей российской ракеты-носителя «Ангара». В ЦАГИ неожиданно загорелась трансформаторная подстанция. Пожары площадью 30 квадратных метров быстро потушили, никто не пострадал. Что же, подведем итог. Пять пожаров на объектах, связанных с оборонной сферой или опасными технологическими процессами. 25 погибших. 14 пострадавших. И более 7 тысяч квадратных метров выгребших площадей. И это всего за полтора месяца. Для сравнения, за весь прошлый год нам удалось насчитать всего 6 сопоставимых происшествий. А тут 5 за полтора месяца. Казалось бы, разве это не повод для разбора полетов, если и не в формате парламентского расследования, то хотя бы как тема для дискуссии на вечерних ток-шоу. Хоть время сейчас и военное, кажется, по крайней мере, опрометчивым не обращать внимания на события, которые напрямую бьют по обороноспособности страны. Как ни странно, именно так поступают государственные телеканалы. Скорее всего, вы впервые услышали о некоторых из перечисленных инцидентов. И это просто потому, что о них удивительно мало говорят по телевизору. Не менее подозрительно выглядят официальные версии причин череды пожаров и взрывов. Судите сами. В пожаре на химзаводе в Кинишме виноватым оказался электростатический разряд. НИИ войска воздушно-космической обороны в Твери уничтожило короткое замыкание. К эпических масштабу взрыву на Пермском пороховом заводе привело некое возгорание продукции. Какое и почему, не сообщается. Взрыв в Дзержинске рядом с бывшим секретным заводом, где выпускали химическое оружие, объясняют возгоранием цистерны. Без лишних подробностей. Пожар в ЦАГИ списывают на нарушение техники безопасности при сварке. Наверное, в каждом отдельном случае такие версии и выглядят убедительно. Но все сразу, за столь короткий срок, да еще в условиях войны с Украиной, волей-неволей закрадываются сомнения, они намеренно ли замалчивают эти происшествия. И не приложили ли руку к пожарам на объектах ВПК украинские диверсанты или сочувствующие им граждане. Но если это так, то почему нам до сих пор не показали бравых сотрудников ФСБ, берущих штурмом квартиры со злоумышленниками? Неужели наши спецслужбы способны разоблачать лишь тех, кто планирует покушение на теле пропагандиста Владимира Соловьева при помощи зеленого парика и дисков с игрой Sims? А вот тех, кто совершает настоящие диверсии, найти они почему-то не в состоянии. И ведь это происходит не где-нибудь, а на стратегически важных объектах. Для чего же мы кормим огромную армию силовиков всех мастей, если они не справляются со своими прямыми обязанностями? Если же вражеские лазучики ни при чем, а дело в преступной халатности или разгильдяйстве, то требуются еще более решительные меры, причем безотлагательные. Получается, что в решающие для России дни смертельные схватки с украинским нацизмом, как нам говорят в Кремле, Военно-промышленный комплекс оказался беззащитен перед безалаберностью и массовым пренебрежением нормами безопасности. Только представьте, что творится в других отраслях, если навести элементарный порядок не могут в оборонке. Тут еще встает вопрос, не могут или не хотят? Пожары и взрывы – это хорошо испытанный способ скрыть собственные просчеты или хищения. Если документы сгорели, то и спрашивать как бы не с кого. А неудачи в войне с Украиной, очевидно, требуют серьезного разбирательства с организациями, которые ответственны за разработку оружия и поставки продукции военного назначения. Как бы то ни было, совершенно ясно, что в российском ВПК происходят очень странные дела. Но также ясно, что ни прокремлевские СМИ, ни депутаты, ни чиновники не будут задавать неудобные вопросы и публично обсуждать эту проблему. Вас это удивляет? А ваших друзей и знакомых отправьте им это видео. По телевизору такого просто не расскажут. А также не забудьте поставить лайк этому ролику, оставить комментарий и подписаться на канал.